Минувшей ночью из-за коронавируса скончались двое пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принцесс». Это 80-летний мужчина и женщина. Они граждане Японии. Каковы прогнозы врачей о распространении COVID-19 в мире, расскажет Наталья Райм. Число заразившихся коронавирусом на лайнере «Даймонд Принцесс» увеличилось с 500 до 620. Это произошло в тот момент, когда пассажиры круизного корабля стали его покидать. Среди заболевших двое россиян, несмотря на риски, многие страны предпочли все же эвакуировать своих граждан. Япония не была уверена в том, что можно было выпускать пассажиров. Мы эвакуируем всех и поместим в приготовленное помещение. Тем временем в Украине второй день продолжаются беспорядки. Местные жители, куда привезли эвакуированных из Китая граждан, протестуют против размещения их в больницах. Люди даже выстроили ограждение из покрышек. Несмотря на столкновение с полицией, 73 человека разместили в больнице в поселке Новый Санжар и Полтавской области. У нас нет выхода. Нас никто не спрашивал. Нас поставили перед фактом. А многое скрывают. Группа ученых КНР сообщила, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса является панголин. Это особый вид ящериц. Ранее высказывались мнения, что источником заражения могли стать змеи или летучие мыши. За минувшие сутки скончались 114 человек. Подтверждено 394 новых заражения. В целом в стране вирус обнаружен у 74 576 человек. В свою очередь власти Ухани, эпицентра вспышки вируса, завершили строительство 12 больниц. Они смогут обслужить более 20 тысяч пациентов. Будьте в курсе событий, происходящих в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте включить колокольчик, чтобы первыми увидеть все самое важное.